Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 15 апреля. Не пора ли открывать двери теплиц, в которых растут наши томаты? Кому-то этот вопрос покажется, конечно, преждевременно, потому что в некоторых регионах еще минусовой температуры. Но, несмотря на такой вот еще ранний период, апрель месяц, очень часто уже люди спрашивают, можно ли сейчас открывать двери. Вот у меня, видите, в данный момент двери уже одни открыты. Я сейчас скажу, многие спрашивают так, при какой температуре на улице можно держать двери открытыми, при каких показателях. Но я хочу заметить, особенно для новичков, что иногда не столь важен показатель температуры на улице, сколько больше всего зависит от погоды. Вот даже при 5 градусах тепла, казалось бы, это очень маленькая температура для томатов, но в солнечную погоду, если солнце вот так вот ярко светит, вот у нас сегодня прям солнце ослепительное, и с утра здесь стало уже сразу 28 градусов, сейчас уже за 30. При солнечной температуре очень сложно держать теплицу закрытыми, сразу томаты начинают вянуть листья. И я делаю в несколько этапов. Смотрите, у нас сегодня солнечная погода. Я вышла утром, сначала открыла пленки, они час постояли. Так как я работаю здесь в огороде рядом, я же их проверяю, я зашла, ну что-то жарковато. Я открыла одну форточку, жар начал уходить в эту форточку, потом зашла через час, открыла вторую форточку. И вот если вам недостаточно вот этих сквозного проветривания верхнего через две форточки, если вы зайдете и почувствуете, что здесь жарко, то можно открывать дверь, но вот даже я при такой солнечной погоде, при такой высокой температуре, на весь день в этот период дверь не оставляю открытой. Я сейчас полчаса похожу, я как раз рассаду отсюда выношу. Воздух полностью, здесь полностью заменится, сюда зайдет свежий воздух, и я снова закрою дверь. Почему я так делаю? Потому что все-таки на улице еще прохладно, и на улице ветерок, так что мы полностью зависим от погодных условий. Если бы стояла тихая, безвитренная погода, если бы на улице было, например, плюс 10, плюс 11, здесь нагревалось бы хорошо, и можно было бы дверь держать открытым. Вот сейчас я дверь открыла, может быть, вы видите, сейчас я приближусь. Там вот томаты, которые я выставила, и первые томаты, они так сильно колышутся ветром. Так, сейчас. Видите, как они колышутся ветром? И первые, которые в ряду тому самой двери, им будет все-таки холодно, потому что, ну, еще рано очень. И поэтому открывать, когда дверь, это, конечно, будет у каждого, у всех индивидуально. Но опять же, если у вас те же 5 градусов, но на улице пасмурно, ясно, что ни у кому даже в голову не придет мысль приоткрыть двери, потому что при 5 градусах на улице и при пасмурной погоде здесь будет не больше 10, 8-10 днем. Немножко, конечно, она нагреется, и все. И тут я вот руководствуюсь единственным показателем, это показателем температуры вот здесь в теплице. Я захожу, и вот этот висячий, лежачий градусник у меня, я смотрю, если поднимается выше 25, значит, я делаю всевозможные вот эти всякие свои действия, чтобы немного проветрить. Или оставляю часть двери вот так, пятерку подставляю, с той стороны подпираю. Получается в двери небольшая щель, и тогда будет мягкое такое нежное поступление оттуда прохладного воздуха. Уже ветер не будет задувать, но все-таки жара будет уходить. Тут вы должны уже сами, исходя из своего личного опыта, нарабатывать какие-то приемы. Но опять же, еще раз повторю, или у вас, если теплый, более теплый регион, не как у нас в Сибирь, или нет ветра, стоит безветренная погода, то можно без ущерба для здоровья растений и открыть дверь, например, на весь день. Главное, чтобы не понижать температуру вот здесь в теплице, стараться не понижать ниже 20 градусов. Эта тема, она нет тут тоже, так же, как вот любой вопрос, какой бы ни зададут, я уже надоела мне толдычить, что одного ответа для всех не будет. Один спросит, когда открывать дверь, ему, может быть, уже можно открывать, потому что у него, несмотря на 5 градусов, стоит безветренная погода. А другому я скажу, например, если на улице 5 градусов, уже открывайте, а вдруг у них пасмурно и холодно. Тут все зависит от того, насколько тепло вашим растениям. Я вот сейчас пока сидела, пока беседовала с вами, я чувствую, что свежий воздух дошел вот до самого конца досюда. Я сейчас уйду работать во вторую теплицу, закрою их, и будет у меня две фурточки, с той и с другой стороны, сквозное вот так проветривание. Если этого... Ой, палка помидорная упала на голову. Если этого им будет достаточно, раз в час я регулярно захожу и смотрю. Бывает, что такая яркая солнечная погода, что за час тут поднимется температура, тогда я опять открою дверь на полчаса. Но это я так делаю, потому что я тут рядом, я за ними, как за детьми. А если вы удаленно, то, конечно, в апреле при температуре 5 градусов, при температуре 8 градусов открыть Насте дверь и уехать нельзя, потому что весенняя погода, она непредсказуемая. Солнце уйдет, температура понизится. Если еще ветер начнет трепыхать, вот те растения крайние, если они у вас не подвязаны, не закреплены, это же все зависит от условий. Если у вас здесь запаковано, например, укрыто все пленками и ветер им не мешает, тогда, может быть, и можно открытую дверь. Как вы поняли, ситуации разные. Я смотрю за показаниями температуры внутри теплицы. Открываю рано, начинаю открывать. Обычно при температуре 10 градусов на улице у меня дверь уже открыта. Когда 10 наружу, здесь градусов 20 есть. Все. Рассказ может быть немножко сумбурный, но я хочу, чтобы вы все поняли, что тут стандарта одного нет. Кто-то открывает, у кого есть условия, очень рано. Вот у нас такая погода переменчивая, приходится бегать, открывать, закрывать, открывать, закрывать. Я говорю, что биотерморегулятор, это я. Я сама подхожу, сама смотрю, сама решаю, когда открыть форточки, когда открыть дверь, когда проветрить, когда, например, наглухо закрыть. Вечером закрываю пораньше. У нас ведь еще какая проблема. Открыть-то дверь несложно. Главное, не упустить это тепло, которое здесь накопится, и чтобы в ночь оно помогло им более комфортно переночевать. Ну все, до свидания. Вот видите, сейчас открыла, и вот пока сидела, 10 минут уже такой ветерок поднялся, что и эти колышет, и крайние прям вот так вот все трепухаются. Я, конечно, сейчас дверь закрою. Нужно за ними следить. Продолжение следует... Продолжение следует...